Просто разлюбил я Ты потом поймешь Запомни след Разлюбил уходи Нельзя без любви Он уходил, она вслед кричала Не уходи, давай начнемся сначала Я без тебя больше жить не могу Я без тебя с ума сойду Он уходил, она вслед кричала Не уходи, давай начнемся сначала Я без тебя больше жить не могу Я без тебя с ума сойду Наверное, я уже слишком много написал треков про любовь Разве из-за этого так кипит моя кровь? Я уже наизусть выучил все твои привычки Твой любимый актер Роберт Денира Ты живешь в 23-й квартире По праздникам я дарил тебе розы красные Ты в ответ взаимностью поцелуй своей страстной Ты прости меня, родная, если чем-то зацепил Но сегодня я понял, что никогда тебя не любил Нет, это не просто так Это не пустые слова на ветер Я совершенно трезвый, я не могу быть на этом свете В принципе, все до боли серьезно Я сегодня ухожу Да, конечно, навсегда быть с тобой я больше не могу Не знаю для чего, зачем ты выбрала меня У меня уже сносит крышу, переполнена голова Мы всегда с тобой встречали те рассветы прошлым летом И все просто исчезло, унесло холодным ветром В тех фотографиях мы с тобой такие безумные Да, конечно, мне очень приятно Вспомнить те ночи луны, те дни страстные, нежные Горячие как огонь Я честно понимаю, знаю, причиняю тебе боль Я пришел к тебе, чтобы провести последние минуты Прикоснуться к телу и забыть твои стены В одно время родные, но такие же чужие Я ухожу навсегда, родная, прости меня, зая Волну уходил, она вслед кричала Не уходи, давай начнем все сначала Я без тебя больше жить не могу Я без тебя с ума садюсь Итак, приветствую, друзья Ну что, сегодня суббота, блин? Да, да Что будешь, мальчишка? Да ты там не ругайся Да, рисмы плохие там Да? Суббота, да? Суббота Ну а мы что, сегодня проезжаем? Да, кстати, вот видите этот знак Ты что, нельзя? Вот здесь у нас, да, видите, нарисовано Мы уступаем Да, кстати, проезжать нельзя Вот тогда с правой стороны Ты еще за срок безопасности Ну нельзя от слова совсем Ну и вот здесь тоже у нас по полосам Движение здесь только прямо, как вы видите У нас Ну и из-за этого здесь образуются те самые заторчики Заторчики, заторчики, заторчики Ну что, ну что, да Здесь, кстати, вот эта дорога тоже главная Чтобы вы понимали Мы здесь, получается, уступаем тому, кто едет с правой стороны Вот они у нас, потому что Вот здесь у нас, получается, прилегающая дорога Ну, в общем, вот как бы так Ну что, пробежимся по новостному блоку Блин, ты что ты какую-то песню сегодня поставил? Блин, ну такое настроение, знаете Такое настроение Потому что, понимаете, вот некоторые застройщики Наверное, они проклятые, что ли Вот, к примеру, вот Жилой комплекс кислород вот строится, да Вот реально, вот Как бы у них постоянно каждый раз То у них что-то обвалилось, то еще что-нибудь То они вчера у нас просто взяли и водопровод расхерачили К едини фене и к жукам майским Просто взяли и расхренячили Можете себе такое представить? Просто взяли и расхренячили, ребят И теперь у нас Министерские озера Опять переименовывают в жилой комплекс Крым А почему Крым? Ну у них то воды нет, то электричество Поэтому хотят переименовать там Жилой комплекс Крым Видите, вот как надо поворачивать направо Непонятно как Непонятно где Непонятно с чем Тяжело здесь, конечно, у нас Некоторые разметки даются Поэтому, блин, это реально проклятая стройка Что-нибудь Вот опять же, да Как бы кислород Точнее, Сочи парк Должны подключить газу Соответственно, чтобы газ подключить Надо, чтобы, что? Газ ушел с труб А, соответственно, что надо сделать? Значит, надо оставить всех без газа И, соответственно, у нас 4 дня Уже все люди у нас без газа 4 дня у нас вот Просто без газа А что такое без газа? Без газа это, например, Те же самые жилые комплексы Где есть котельная, например Та же самая газовая И подача горячей воды Через именно большую котельную То, соответственно, они сейчас без воды Без горячей воды Вот как бы так Бывает такое Поэтому, конечно же Я понимаю прекрасно Мэра города и губернатора Хотя нет, не понимаю я их Но когда говорят, что большая нагрузка ложится Да, нагрузка просто большая Строится вроде два больших жилых комплекса Страдает, в принципе, вся бытка Страдает все раздольное Страдает вся транспортная И это, конечно, сплошь до рядом Еще даже Мацеста умудряется страдать Даже Мацеста умудряется страдать Ну да ладно Я думаю, что они эту аварию у нас Смогут поправить, исправить и так далее Еще у нас сегодня суббота, блин Девятое число Красота Сегодня немножко прям поработаю Ну есть только есть желание Немножко поработать И потом посмотрим, что у нас получится А так желание, конечно же, есть поработать Потому что Вроде все хорошо идет Тем более у меня там Какая-то темка наклевалась на сюжет По поводу того Особенности продажи долей С чем вы можете столкнуться И так далее Тоже как бы это я возьму И вам все расскажу На личном опыте Ну а как еще Да, кстати, знаете Сегодня прям более-менее было комфортно Более-менее было хорошо Именно Именно было более-менее комфортно И хорошо Ночью Я не люблю спать с кондиционером Но вот сегодня было более-менее хорошо Значит так В Сочи Игнорирование этой информации Может стоить вам билет на самолет Чего же за информация А это оказывается расписание ласточек Это для бюджетников сделали Ну вот как бы Потому что Само собой комфортно ехать в аэропорт У нас на чем? Ну, наверное, на Тем более, когда Никакие уже большие пробки стали На такси Но, соответственно, не каждый же готов Такси доехать Поэтому смотрите, ребят Потому что расписание поменялось Можно и вовремя не доехать До прекрасного Сочи А в выходные В Сочи резко похолодает Ну вот сегодня, например Вот сейчас мы с вами сели в машину Плюс 23 градуса Вот видите Наверное, не врут В Сочи Жители Министерских лидер Могут остаться без воды И остались без воды А все почему? Потому что там была определенная авария На стройке Которая называется кислород В то же время Машке и Глашке Будьте проще Бывшая соотечественница Отечественница Рассказывает Как легко узнать Русский в Европе Она говорит Если Вот смотрите Идет очень много девушек И если, говорит Две девушки красивые Это русские Ну реально, говорит Если, говорит Вы идете на пляж И все люди как люди А две, говорит Прям реально красивые И еще И с макияжем И так далее Будьте уверены Это русские Если, говорит В магазин Рядышком Магазин там Девушка Одела платье И выглядит так Как должна выглядеть Девушка То Может быть уверен Это русские Потому что, говорит Европейки Они вообще не заморачиваются Как бы Они не понимают Русских Зачем идти на пляж И красить губы Красить глаза И так далее Говорит Европейки, говорит Они, говорит В море купаются А русские Они возле моря Фотографируются А не купаются Потому что боятся Что, не дай бог Используют Свой макияж И так далее Ну и, в общем С этим, как всегда Понятно Русские женщины Они всегда выделяются Они, говорит Ну, не знаю То ли у них комплекс какой-то То ли еще что-нибудь Они постоянно Постоянно Почему-то Хорошо выглядят Это вот Сказается И русских женщин И украинских Да, как бы Потому что Европейки Они реально страшные Как атомная война В Казахстане Вот реально Я вот в Европе Очень много Исколесил всю Европу Был И в Париже И в Милане И в Барселоне И в этих всяких Островах И так далее И я могу сказать Что, блин Русские девушки Они самые красивые Вот Ну, реально Они самые красивые Самые ухоженные Потому что Европейки Это вот больше похоже Знаете что Вот европейки Они больше похожи На вот эти вот Потрепанные Тойоты У дальневосточников Такие вот Ну, как его Невзрачные Страшные Особенно Вот есть Toyota Pro Box И так далее Вот они реально Вот такое Понимаете Вот если Например Сравнить Русских Девушек И европейских Вот как раз В Европе Вот Русская девушка Это вот такой Это какой-то Не знаю Какой-нибудь Красивый Немецкий Автомобиль Которую Ты хочешь Каждый день Намывать Которую Ты хочешь Не знаю Что-то Хорошее Делать И так далее Понимаете Вот так вот А вот Все остальное Представьте себе Что приехали В Владивосток Вокруг Вот этот Конченный Хлам 20-летний И все Вот как бы И конечно же На этом фоне Например Ты когда приезжаешь В Владивосток На нормальном автомобиле К примеру На Porsche Cayenne Конечно Ты там Будешь всех раздражать То же самое происходит И с русскими девушками За границей Я вам серьезно говорю Я помню Были мы В Малин Руш И там Как раньше Выступали Девушки Я думаю Нифига себе Думаю Наконец Думаю Вот где Самые красивые Девушки Оттуда Думаю По улице Ходишь Страшилище Ну прям Реально Даже страшно Было В Европе Ходить Потому что Они реально Все страшные Ну реально Нельзя говорить Что девушка Страшная Но они страшные И когда мы Берем Начинаем смотреть Список Тех самых Артистов Начинаем смотреть Начинаем смотреть И оказывается Выяснилось Что оказывается Там реально Все Получается Девочки Танцевали Которые там Это все Украинки были И русские А все остальное Там была только Одна Негритяночка Такая Там Роль обезьянки Наиграла В это представление И она была Француженка Остальные все И тогда мы уже Ах Понятно И так далее И что Например На этой башне Той самой Там тоже Хоп Смотришь Красивые девушки Начинаешь К ним подкатывать Думаешь Вот они Настоящие Красивые Француженки Начинаешь Там Ты русский Что ли И все Ты понимал Что если Девушка Красивая Это русские И с ними Можно просто Начинать Разговорить По русски И все Вот как бы так Я не хочу Нахваливать Наших девушек Я однозначно Не хочу Нахваливать Но факт Остается фактом Русские девушки Самые Красивые Девушки В мире И не потому Что я русский А потому Что я реально Могу Объективно Смотреть На вещи Ну и конечно Я могу Сать про Украина То же самое Потому что Украинские Девушки Ну я считаю Что они мало Чем от наших Отличаются И все Ну поэтому Ну как бы Это громко И Кому-то Неинтересно Было слушать Ну это так Ладно Посплетничали Идем дальше Быстрее Скорой Таксист Вот злой Таксист Взял Вот вызвали Вот в этом месте Вот в этом месте Вызвали Получается Скорую И там Как бы Девушке Было плохо Вот понимаете Девушке Было плохо Прям реально Было плохо И хреново Вот вызвали Да Эти Представители Отеля От нее Избавились Вот реально Да От нее Избавились И все И пошло Пошло Поехало Вот пошло Поехало И вот соответственно Что у нас получилось По факту По факту У нас получилось То Не себя Видите С утра уже гуляют Да Офигеть По факту Что получилось Короче Поехал Встал в пробку В итоге Он взял Как бы Не постеснялся Подошел Гаишником И А что у нас Какое число А Сегодня у нас Девятое А Вот оно Где у нас Видите Открылся клуб Зажигалка Вот у нас Зажигалочка Все Ресторан Подвинули Открыли клуб Зажигалка Ну так сказать Это становится Местом разврата Да Здесь у нас Зажигалка Чуть дальше у нас Стриптистопа Дальше Логово разврата Которое называется У нас Скажите я скажу Как это называется Логово разврата Атлас Да Вот здесь Это караоке Где там пьяный Там все орут В говно Так Ааа Вот этот Синадор Конечно Вот это место Но реально Логово разврата Вот я по другому Даже назвать не могу Ладно Пойдем с вами дальше Да Кстати А почему я еще Вам показал Шаурму А вы знаете Что у нас По всей России От шаурмы Люди прям Травятся Прям подыхают Прямо смысле Этого слова Особенно В Подмосковье Там в Москве То же самое Представляете себе Ну я смотрю новости Реально От шаурмы Просто умирают Не просто травятся А именно Умирают Умирают Поэтому ребят Будьте аккуратны Будьте бдительны Когда вы едите То самое Дерьмище И я могу сказать Что выбирая Между Когда вот Хочется прям реально Поесть И ты хочешь Не хочешь Идти в ресторан Нормально И выбирая Между например Тоже самое Шаурмой И выбирая Например Те же самые Макдональдсом Ну вот Из двух этих зол Лучше конечно В Макдональдсе Что-то купить Потому что Вот эти вот Шаурмичные Вот эти Которые у нас Ашотовские Которые везде сделали Я про Ашот Не говорю Что Ашот плохой И так далее У меня есть друзья Зовут Ашот Они на меня не обижаются Ничего Как бы У меня также Есть такое выражение В танках Знаете Когда человек Тупит Жестко Ну реально Когда жестко Тупит Его называют Асламбек Хотя Асламбек Это хорошее Казахское имя Но реально Хорошее Как бы Это нормально То же самое Бывает Знаете Есть выражение Ну ты Васек Хотя у меня Друг Василий Он с нами Едет на рыбалку Хороший Парень Все Ну бывает Такое выражение Васька Русские Ванька И так далее Ну бывает Такое Маша Там Еще Такое Какое-то Здесь тоже Когда я говорю Это не говорит Что я хочу Кого-то обидеть Все кого зовут Ашот Нет Это просто Есть такое Выражение Что Ассоциация Что если Например Шаурма То соответственно Скорее всего Ей заправляет Кто-нибудь По имени Ашот Вот И все Это не говорит Что там человек Плохой Или имя плохое Это говорит о том Что блин Ну просто Такое-то есть Выражение Понимаете Есть такое выражение Это ну Ни в коем случае Там никого Не хочу Не обидеть Не задеть Ничего Ну вот выбирая Между Например То же самое Вкусная точка Да Например Вот этот Бывший Макдональдс И выбирая Любую Шаурму Потому что Ну я вижу Как она готовится Там не знаю Про Про Не знаю Там Про Качество Про все остальное Я не знаю Там ну реально Шаурма Чем хороша шаурма Вот мне вот Тоже говорили Максим говорит Просто у меня Там Один из Моих знакомых Он говорит Так Макс говорит Давай Говорит Мы возьмем Говорит Ну Говорит С тебя деньги С меня Давай Говорит Откроем шаурму А я говорю Я как-то не люблю Эту шаурму Говорю Я говорю А почему шаурму Почему Говорю Не открыть Ни шашлыч Ничего А он мне Этот мой друг Говорит так Макс Говорит Потому что Говорит Ты открываешь Шашлычную Там хочешь Не хочешь Должно быть Нормальное мясо И так далее И все Я говорю И А он говорит А в шаурму Говорит Макс В шаурму Все отходы Можно Мясо там пропало Ты его там Подсолил Посильнее Там побольше Приправы И все Я говорю Стоп Говорит Это неправильный подход Он говорит Понимаешь Вот шаурма Говорит Взять И вот шашлык Говорит У шаурмы Говорит У него получается Давай Ты же Гуднац Бизнесмен Ты же считать Умеешь В общем Маржа Говорит В шаурме В разы больше Понимаешь Потому что туда идет Все подряд Вот идет туда Всякая дрянь Поэтому шаурму Открывать Гораздо выгоднее Чем например Шашлычную Именно поэтому В Москве В Санкт-Петербурге В Визне У нас Много Открывают Именно Шаурмячный Да Шаурмячный Шаверма Да И тому подобное Вот как бы так Но люди травятся Реально травятся Очень много травятся Я вот например После того как пообщался Со своим другом Который мне Предлагал Ну Много Нужно было Миллион рублей Чтобы открыть точку В Сочи И так далее Но когда мы с ним поговорили И у него такое отношение Что шаурму лучше брать Потому что там можно Там Маржа больше Потому что там можно Любые отходы в ней Использовать Мне это насторожило Я не хочу Чтобы Как бы Чтобы из-за моего друга Кто-нибудь из вас Пострадал Поэтому Если уж не знаете Что перекусить Берите шашлык Как мне объяснили Местные У меня вот Есть шашлычник На Виноградке Очень хороший Парень Аслан если не ошибаюсь Ну он говорит Макс Говорит Ну вот Шашлык очень тяжело Взять Замаскировать Вот это все Шашлык Он либо Говорит Хорош Либо плохой За листовки В подъездах Вот все Наконец Эти листовки Затракали Есть у них какие-то акции Что надо Обводка в подарок И так далее И все Собрали вокруг себя Всех алканавтов Притом алканавтов У которых Не совсем много денег Потому что Алканавты Они же разные бывают Да Но они разные бывают Вот у меня друг был Он меня всегда учил Как правильно Говорит Макс Ты неправильно Покупаешь Пиво Я говорю Почему Он говорит Ну ты покупаешь Самое дорогое Пиво И так далее А какое нужно Он говорит А вот нужно Нужно покупать Вот оно Из категории Просрочку Я говорю Ну в смысле Он говорит Он дешевле Да оно же невкусное Какая нравится Главный эффект Я говорю Мне вот эффект не нравится Я пью пиво Я хочу вкусом В конце концов Мне нравится Сам вкус Пиво Ну как бы Говорю Как есть Например Водку Я не могу пить Я сразу начинаю обливать Вискар Не могу пить Сразу начинаю обливать Коньяк Не могу пить Такое ощущение Как у меня в детстве Заговорили Какую-то ампулу вшили Просто Вот запах Вот этого спиртного Все Ну а пиво Могу переваривать Но Не так часто Получается его попить Но все равно Ну сейчас я нашел Вариант Это то самое Безалкогольное Хорошее Качественное пиво Когда хочется Утолить жажду И так далее Берешь Безалкогольное пиво И все И хорошо У тебя голова не болит Ты с утра Все нормально Все хорошо Все прекрасно И замечательно Вот как бы так Ну а вот Равин Голубой и Дали Они не могут Так сказать Потому что там Как бы алкоголь Он решает Алкоголь Он заправляет Алкоголики Тунеядцы И так далее Да кстати Ребят Напишите пожалуйста В комментариях Я еду С женой Да да я подкаблучник Я еду с женой И еще со мной едут Десять друзей Да да Друзей Десять друзей Мы едем На рыбалку Едем Ревен Хутор Это Камазиакский район Почти в самом низу Где у нас Короче В самом низу Скажите пожалуйста Есть ли смысл Снимать рыбалку Есть ли смысл Озвучить Те или иные Особенности рыбалки И так далее Потому что у меня Цель Поймать Самов Я на один день Один день Половить карпов И два дня Которые остаются Я хочу Именно На спиннинг Хочу Вот именно Судака Щуку Ну и хочу Еще Беру себе Еще Ультралайт Один Хочу все-таки Половить Тех самых Езей Головлей Окуней И тому подобное Стоит ли записывать Или не стоит записывать Стоит ли Брать с собой Квадрокоптер И снимать Всю эту красоту Или не стоит Или просто Уже просто Без камеры Молча Отдохнуть Да и все Вот как бы так Или стоит ли вам Все-таки Сделать презентацию Гостевого дома Потому что В прошлый год мы там были Нам очень понравилось Поэтому возвращаемся Вот как раз Нашего подписчика Геннадия Ревин Хутор Стоит ли сделать ему рекламу Стоит ли разместить Его данные по турбазе Стоит ли это все сделать Или не стоит В общем И стоит ли у Нади Взять интервью И сказать Как это Оказаться Одной девушке Среди Двенадцати А не Среди Одиннадцати Мужиков Стоит ли не стоит С ней пообщаться На эту тему Вот как бы Пишите в комментариях Как скажете Так и будет Лосось Резко подешевеет Сочи Потому что Дофига его выращивать А в Сочи Скоро будут дожди Блин Сегодня такая погода Классная Блин Плюс 24 градуса Плюс 23 градуса Кстати Можно на рыбалку сходить Ну реально Можно на рыбалку сходить Реально Можно на рыбалку сходить Потому что Ну Прям я считаю Что погода Просто Сегодня Огонь Погода Просто Огонище 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 Ну что СМИ Слобщили Подробности Атаки Беспилотников В Барянске Нифига себе Вот это называется Не поцелуй Взад Это называется Тарахнули Взад Представляете Четырка У нас Тарахнула Тойоту Камри Взад Ну бывает Такое Ничего страшного Там нет Где и во сколько Выступит Дискотека Авария Юлия Караулова И так далее Где они Будут выступать А Где Они будут выступать Черт знает Где У нас тоже Выступают Обычно Если вы хотите Сходить на такое Родное мероприятие Это у нас Как раз В Адле Виноград Там они Реально Там частенько Там реально Каждый раз Звезды приезжают В Сочи На Мацессе Появится Скейтпарк Построенный По олимпийским Стандартам Вот видите Мацесс у нас Вкладывают Вкладывают Ой Сегодня Попробую С одной девочкой Интересной С директором Школы Взять У нее интервью Как бы Много чего Интересного Вам расскажут Про систему И так далее Как заставляют Учить Ваших Ваших У учеников Как помогать Деньги Не знаю Если конечно Получится Снять Ну вот Как бы так Как бы Как бы Как бы так Кстати у нас Все у нас Выборы 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 Я думаю Наверное Наверное Какая-то у нас Выбора Будет депутатов Через 4 года Наверное Через 4 года Тоже будут баллотироваться Депутаты Ну а что Надо что-то Хорошее сделать А то Посмотрел Ваших Кандидатов Там Половина Блин Не имеет Даже высшего Образования Процентов 10 Еще непонятно Значит что Плюс Еще там есть У нас Те же самые Судимые И думаешь Нифига себе Кто у нас Врвется к власти И потом Они соответственно Принимают Соответствующие Законы Поэтому Конечно же Думаю Может быть Тоже Стать депутатом А с одной Компанией Прикольно Там Какая-то Компания Там у них И бухгалтер И директор И Как-то Называется И водитель И все В одно место Тоже Тоже Все Кодовые кормушки С одной Компанией Прикольно Прикольно Ладно ребят Вам всем Прекрасного настроения Побольше вам Поднесем позитива Видеоролик По бюджетным Квартирам Что-то вчера Забыл выгрузить Я сегодня Сейчас выгружу Прям буквально Через час Я прям Выгружу Вам эти варианты Всем добра И пока